В 2007 годах я попытался сделать те вещи, которые на самом деле делают крупные компании. Мне показалось, что если я так сделаю, моя компания быстрее растет. Я нанимал топ-менеджера на 5 тысяч долларов зарплата, бухгалтера на 3 тысяч долларов зарплата. А как вы думаете, они мне помогли компанию поднимать? Они мне банкротили. Кто меня понял? Они мне что делали? Банкротили. Потому что они привыкли к крупных компаниям работать, а они постоянно не признают то, что ваш бизнес маленький. И они подсознательно относятся, что вот так, ну что там такое? Это такая мелочь для меня. А когда банкротился, первую очередь, кто ушел от меня? Именно те, кого я хорошо платил. Потом приходили ко мне ребята, которые на 300 долларов, 500 долларов работали. Вот эти ребята рядом со мной стояли и строили эти компании. Это что означает? Почему я это примере расскажу? Это означает, что надо брать ту сотрудника на том этапе, который он подходит вашему размеру. Но среди них самую лучшую. Дорогой сотрудник это не означает, что он вам поможет хорошо. Я нанимался в Украине. Топ-менеджера. По 3000 долларов платил. Квартира держал. Дорога. Каждый месяц отправлять. Два раза его отправлял домой. Каждый месяц два раза. Куча расходов. А что он помог мне чего-то изменить в лучшую сторону? Нет. Я начал со временем понимать, что в практике я начал понимать, что нужно мне каждому моему бизнесу нанимать людей именно на уровне того бизнеса, как он есть. Если он небольшой прибыль дает, человек должен быть на этом уровне. А потом по мере рост. Пусть этот сотрудник растет вместе с компанией. Потом. У меня был такой момент какой-то, когда начал думать, что надо сделать так. Я начал использовать те программы, те рекламы, которые используют дорогие компании. Рекламы. Я начал очень дорогие рекламы выливать кучу денег. Это что мне помогло? Например, в журналах 5000 долларов на обложку журнала реклама. Сам не понимал, где мой силовой аудиторий. Моя силовая аудитория вообще-то журнале не читал. Совсем в другом месте. А просто подсознательно что происходит? Амбиции большой. Особенно, когда ты только средний бизнес занимаешься, амбиции большие. Охота сразу все там показать круто. Нельзя поддаваться на этих вещах. Двигайтесь по своему размеру. Вот что я хочу сказать. Если вы взяли машину КамАЗ, грузите его столько-столько он тащит. Если вы взяли машину Газель, грузите его сколько он тащит. Его жизненный цикл будет больше. А если вы его загружаете в два раза больше, вы его потеряете. Вот что я хочу этим сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова